Приветствую всех в эту пятницу. Виктория, приветствую. Привет вам всем из Ачинска. Я сегодня приехала в судебное заседание. Напоминаю, ранее я выкладывала репортаж о том, как следователь договорилась с судьей. А она, вот эта следователь, раньше работала помощником или секретарем судебного заседания. Да, в мировом суде. В мировом суде. Ну так вот, следователь Ачинска подала в городской суд исковое заявление якобы о защите прав потребителей и мне она суд проиграла, потому что Ачинский городской суд рассмотрел дело не по подсудности и я это решение, которое они там договорившись с судьей вынесли, отменила. Но дело вернулось в мировой суд. То есть Красноярский краевой суд передал мировому судье, потому что иски о защите прав потребителей до 100 тысяч рублей рассматривает сейчас мировые судьи по новому законодательству. Но, но, смотрите, как интересно. Я сегодня приезжаю в предварительное судебное заседание. Пришел мой доверитель, ответчик, автосервис, которого я представляю. Да, кстати, я не всегда представляю потребителей, тем более, что следачка, она не потребитель. Она сказала, что она машину использует в служебной деятельности, да? Да, да. В иске прямо написала. Это ж надо это, вальтом таким быть, чтобы такое написать. А я сегодня говорю, а что вы, говорю, тут рассматриваете-то? Давайте в арбитраж это все сбадрим. Они говорят, а мы не можем в арбитраж. Я говорю, почему не можем? У нас есть 33 статья, там четко написано, что можно сбадрить в арбитраж, потому что раз она экономическую деятельность на ней осуществляла, ну, свою там, следственную, вот, то это арбитраж. В общем, смотрите, приезжаю я сегодня в судебное заседание. А до начала судебного заседания следователь проявила инициативу и подала уточненное исковое заявление, сумма которого более 100 тысяч. То есть она опять хочет сбадрить это дело в городской суд Ачинска. Ну, молодец, молодец. И я, кстати, между прочим, не удивлюсь, уважаемый доверитель, что дело может попасть в той же самой судье. Как вы думаете? Так и должно быть, наверное. Ну, конечно, да, это же правосудие, вот, в кавычках, да, как я его называю. Ребята, я, кстати, хотела спросить, припоминаю, у вас тут мэра не выбрали еще? Нет, в декабре. А, выбрали в декабре, да? Да, да, да. Надо подумать. Надо подумать, тут от Красноярска недалеко, может быть, это на виде... Ну, все мэры в Красноярске живут, все. Ну, нормально, нормально. Продолжать традиции. Да, жить в Красноярске, решать вопросы здесь, может, хоть дороги вам сделают. Может быть, да. Ну, я подумаю сегодня, я подумаю, над чем сегодня, может быть, в мэре Ачинска баллотироваться. Вот. В общем, уважаемые мои подписчики, следователь, уточнив исковые требования, надеется, что суд передаст в городской суд. И мировым следам ничего не остается делать, как передать дело туда. Заседание перенесли о рассмотрении вопросов подсудности на 26 ноября. И я на 100% уверена, что дело уйдет обратно в Ачинский городской суд. Я буду держать вас в курсе. Но на самом деле, вот этот автосервис является ненадлежащим ответчиком по делу, потому что те работы, которые она хочет взыскать, ту сумму, ну, она хочет поиметь бабок, скажем так, да, следователь, решила подзаработать. Этот автосервис не производил ненадлежащие ему ответчики. Ну, посмотрим, что вынесет наш самый гуманный сотый в мире. Я буду держать вас в курсе. С пятницы вас. С пятницы.